Благодарю вас, Елена Александровна. Напоминаю, Елена Александровна, это Савинич, выпускница Красноярского государственного университета, аграрного университета. Благодарю за то, что зачитали мое письмо, показали фотоакадемика. Вот это последнее, очень важное, очень важное письмо на сегодня. Похоже, мы, наверное, будем проводить минары до тех пор, пока я жив, и пока у Антона Валерьевича Сапрынова хватит сил и нервов, потому что у него своих проблем хватает. Я так догадываюсь. Кстати, сад гектар заложил, посмотрим, чем кончится. Вот и рис вроде меня. Так вот, значит, получается так, что я, видите, до середины даже не дошел. Но вот это будет последнее, это очень важное. Вот это персик. Поздравляю. Великолепно. Возможно, он не укрытый, возможно, укрытый. Историю умалчивает. Но все-таки Москва есть Москва. Не укрытый, если он не укрытый, это уже сенсация. Вот еще один. Ну, сказать, что лисы здоровые нельзя, но главное, что плоды есть, все прекрасно. Вот. Ну, с абрикосами, хотя урожай, конечно, специфический, похуже, абрикосовое дерево болеет. Почему они болеют? Они изувеченные. Вот посмотрите на плоды. На них садятся грибы. Вот. Ну, это не парша. Парша присуща яблоням, грушам. Но, скорее всего, этот вид парши, подвид парши. Мы не специалисты, мы видим, что их есть нельзя. Вот. И мы видим, что дерево изувечено. Внимание. Вот здесь, на вашем снимке, я что увидел? Вот это вот абрикосы явно. Я даже вроде бы плодики разглядел, да? И видно, что он не совсем правильный с точки зрения науки. То есть, его, похоже, никто не калечил. Теперь приглядимся. Вот. Вот обрезка, 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 обрез Монастырь работает, ну, иметь монахинь в качестве персонала, обслуживающего дальше с любовью, это замечательно, вот, я так смотрел, смотрел, что мне сказать, если тут заглублена была косточка, значит, обычно через пятьдесят лет дерево умирает, даже, ну, все-таки обычно как, если это городская черта, монастырь, снега мало, ему сырости меньше, оно какое-то время держится, но рано или поздно, причем оно обычно не так вот, как постепенно, а вот оно все зеленое, а потом раз, и мертвое, все, ни листьев ничего нет, это один из признаков, что здесь гнидет кальневая шейка, вторая причина наслаивается на первое или самостоятельное, вот, дерево изувечено, они обычно как делают, если бы ветки отсыхали постепенно, то тогда бы их отрезали целиком, это принято, привык на, это самое, на, кольцо, оно вообще принято, оно и есть смертельное, но здесь на кольцо не отрезано, они просто все укорочены, вот, это то, что называется, вот, делать нечего, сейчас вот, пойдем и начнем ветки отрезать, ну, результат, вот он, спасибо за эту фотографию, это лишний раз говорит о том, что, вот, это вот слова с любовью, вот они, вот, еще раз, видите, вот это живо, но его есть нельзя, вот, и, ну, приглядитесь, у меня глаз набитый, оно изувечено точно так же, как то, вот, вот, зачем-то они эти ветки, резали, 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 отрезали, отрезали, да отрезались, вот, а здесь, вот это вот с любовью, у нас принято с любовью калечить деревья, они могут как, монахи ничем не виноваты, они могут стоять секатором, читать молитву, а любое дерево, это творение Господа, особенно, если оно есть, это мы калечим, да, всегда говорю, любое привитое, самое процветающее дерево, которое, как у меня дает, бывает 10-20, и бывало и больше плодов, привитое, с виду нормальное, на нем не видно никаких болезней, ничего, сумасшедшего урожая, но уже то, что оно привитое, это калека, оно уже извечено, это, генетикой, подвой, привой, вот, смотрите, оно не хочется пылить, допустим, какой-нибудь сорт плебей, роскошный сорт, между ними генетическая барьер стоит, вот, они несовместимы, а мы берем, зараза, их совмещаем силой, то есть, делали два среза, как следует, вот, видно меня, нет, мое лицо, вот так, зверское лицо делаю, вот все, взяли, вот так, это я учил Елену Александровну, и, эх, это на грани паре, не как вот учат книги, она говорит, на грани, да, еще узел, и все, ну, куда ты теперь денешься, и смотришь, одни умирают, особенно, когда первое поколение, а другие все-таки приживаются, а потом второе поколение, и не с первого на второе, а потом с первого на третье, а со второго на третье, и не со второго на четверто, а с третьего на четверто, и тогда случается чудо, все равно калека, я это понимаю, хоть я, и меня считают, это самое, это чуть-чуть не волшебником, а это издевательство, а вот когда семечки с косточки, каждое дерево индивидуально, не повторяются никогда, это вот когда берут секатор, и давай под одну гребенку, вот, в ярусе должно быть три ветки, а их пять, две отрезали, следующий ярус, четыре ветки, а следующий, шесть веток, все равно три, три ветки отрезали, и он уже больной, на него уже накинулись все эти, вот, и вот это вот, могут монахини, вот это делать, это нехорошее дело, божье создание, творение, идеальное, которое рассчитано на все случаи жизни, изувечить с душой, вот, как я показываю, вот, и молитвой, понимаете, что страшно, а ведь их кто-то научил, этих монахинь, и в результате получается вот то, что мы видим, вот, и как раз два часа и стекло, вот на этой самой, я хочу сказать, и сейчас еще, так, а тут еще мне докладывают, сейчас я, к сожалению, ой, как я не могу, он взял, совсем уже это, Казань, ну, брал черенки, привил на сливу, помните, я говорил, нежелательно на сливу, что мы видим, теперь ему расскажи, он не может, не может вспомнить, какие номера были этих, то ли сеянцева Амура, то ли, это, ну, это вот он, сеянца Амура, видно, да, прививка, вот еще прививка, на сливу, вот еще прививка, да, это плебеи, но он их привил, они теперь у него вечные будут, почему, потому что у него теперь свой семенной материал есть, есть, согласны, вот, далее этот самый, ну, пусть они простые, но у него уже абрикосы, следующий этап-то, не за горами, ну, взял и привил на сливу, и заказал-то у меня плебеев, не эти, не королевские, не академик, не Курдева, вот, ну, ради нельзя им восхищаться, вот и Казань мы покорили, взятие Казани, помните, картина есть такая, знаменитая, взятие Казани, вот, теперь наша картина, я всегда говорю, если женщина мне вот такое присылает, я готов засылать, если такой, как Виктор Казань, я готов задушить дружеских объятий, задушить, здорово, спасибо, Виктор, вот, и у меня теперь каждый день практически я получаю праздник, думаете, я вам все рассказал, так, теперь, друзья, два часа позади, я хочу, хочу сказать, вот, мы с вами, дальше я не буду показывать, еще ровно, еще часа на три разговора, ясно, это будет следующий вебинар, там много интереснейших, сколько там интересного расскажу, жаль, что вас так мало, как сделать больше, значит, подключились ко мне еще два человека, да, вот, я прошу вас всех, теперь уже обращаюсь, ну, то есть количество, вот сейчас, вот сейчас залезу сюда, в свой аккаунт залезу, да, вот, тут в основном Киселев, я последним обязан москвичу, так-то-то-то-то, где оно, где оно, где оно, где оно, ладно, сейчас мы его найдем вот здесь, вот из последних больше всех мне помог вот здесь мой аккаунт подписчиков крайне мало 5000 человек считайте что ничего потому что но что удалось на вебинарах прошло довольно мало и мне каждый у него свой лепту и Сафронов и Троценко вот теперь посмотрите вот допустим вот последняя сейчас уже не вспомню точно кто их делал ну Киселёва больше всех спасибо говорю но я что хочу сказать это те же вебинары видите вот моя морда ой лицо так вот значит они разрезаны на кусочки 5 минут а кстати тут минуты даже 6 минут 8 минут 5 минут 37 минут так вот я вас прошу среди вас а и уже так уже количество просмотров уже утроилось видите пусть они кусочек посмотрели 6 минут но количество уже больше людей узнало вот например вот например абрикосы железообродского режьте и режьте на кусочки делайте с каждого кусочка по фильму вот не я же учил этого Киселёва как это делать вот делайте кусочки выносите их в этот в ютуб вот дальше я не знаю что говорить но потом каким то образом они хорошо если они сюда еще попадут вот как Киселёв делает или Троценко или Сафронов да вот и мы таким путем ну не получается у меня у меня вот эта страшная вещь вот эта вот я еще потрачу несколько минут да вот эта страшная вещь вот они да я говорю вам не буду повторяться все короче говоря врагов сильно много у деревьев надо сделать чтобы врагов было как можно меньше вернее не так их меньше не станет друзей стало больше помогите создавать такие небольшие фильмы все кто может может вместе выберем тему можете просто любой вебинар вот этот вебинар который мы сейчас с вами вот в самом начале помните о чем мы говорили ведь важнейшая же тема важнейшая можно нарезать кусочки и даже получится так что кто-то двое из вас это сделает это вот кстати Елена Александровна еще день два три и вот этого не будет птицы этого вам не простят и тогда у вас не будет косточек а где их потом возьмешь я имею ввиду брянскую розовую в общем вы поняли разрежьте фильмы на кусочки кто может и пусть у вас будет 5-10 человек количество просмотров увеличится мы тогда сможем как-то побороться с этим вспомните миллион просмотров там две фотографии одна то есть два рисунка одна как загущать то есть отрезали 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 ветки а последние две как теперь эти ветки которые разукучились надо отрезать полностью из-за вещи дерева вот это вот увидела миллион человек что нам делать как там сенсороз это поднимать давайте тогда брать количество микрофильмов это я Троценко убедил однажды говорит ну не будут по два часа вот вебинары кто из вас досмотрит думаете все кто включил компьютеры сейчас в экранах до половины нет уже а считается что просмотрел так все Антон Валерьевич просьба давайте посмотрим есть и свежие вопросы